Приветствуем всех зрителей-читателей портала Главпахарь. Сегодня мы традиционно расскажем вам о новинках от отечественных и зарубежных производителей, а также об интересных событиях в мире АПК. МТЗ увеличил гарантийный срок эксплуатации техники Беларуси. В соответствии с постановлением Совета министров Беларуси МТЗ увеличил до трех лет гарантию эксплуатации на все тракторы, выпущенные после 1 января 2023 года. В связи с этим нововведением заводам будут внесены изменения в условия типового договора продажи техники и пересмотрен перечень деталей узлов, входящих в комплект регламентной замены. Бренд также анонсировал продление гарантии до пяти лет на технику мощностью свыше 300 лошадиных сил с 2024 года. Отметим, что на неделе первый трактор Беларусь 3522 в этом мощностном классе с китайским дизельным двигателем Вейчай уже съехал с производственного конвейера. Отличительная особенность машины – экономичный мотор, гидравлика белорусского производства и российская навигационная система. Уральский завод гражданской авиации и авиационный альянс «Аэрохимфлот» подписали соглашение о поставке новых кукурузников. Документ предусматривает отгрузку сразу 120 самолетов ЛМС-901 «Байкал» в период с 1926 по 1930 год. При создании нового воздушного судна приоритетное внимание было уделено обеспечению многоцелевого применения самолета, в том числе выполнению авиационно-химических работ в сельском хозяйстве. Перевооружение авиафлота отечественного АПК начнется уже летом 2023 года. Фактически речь идет о полноценной замене старых кукурузников Ан-2 на новые самолеты ЛМС-901. В России появились новые мини-погрузчики «Зумлеон ЗС-080В» с бортовым поворотом. Данная серия машин является универсальной как для строительных, складских и подсобных, так и для хозяйско-хозяйственных работ. Новый мини-погрузчик обладает рабочей массой 2850 килограмм, номинальной нагрузкой до 800 килограмм и стандартной емкостью ковша 0,4 кубических метра. Максимальная скорость передвижения составляет 11 километров в час. В базовой комплектации агрегат оснащен двигателем мощностью 36,5 киловатт от японского производителя Кубота. Радиус поворота машины составляет менее двух метров. Ученые Костромской сельхозакадемии разработали новую осветительную установку для тепличной земляники. Оборудование было создано в рамках проекта научно-технических работ по теме разработка осветительной установки с фотолампами фитолет с оптимальной длиной волны и интенсивностью излучения для режима подсветки растений земляники под вида клубника в теплице. Новая установка включает в себя светильник и микроконтроллер с оригинальным алгоритмом, меняющим спектр и силу света в зависимости от фазы развития растения. Такой подход позволяет получать урожай быстрее и дешевле, чем другим видам искусственного освещения. Оборудование также поможет фермерам выращивать ягоду в промышленных масштабах в межсезонье. В США возродят производство мощных тракторов BigBud. Компания Big Equipment Company, владеющая всеми правами на выпуск данных агромашин, объявила о возобновлении производства легендарных тракторов в шарнирно-сощлененном варианте на заводе в американском штате Монтана. Первой новинкой станет модернизированный агрегат BigBud 640. Он впервые предстанет перед аграриями на выставке в Лас-Вегасе уже в марте 2023 года. Новый концепт был разработан совместно с фирмой Roanplow. Машина будет оснащаться трансмиссией Caterpillar HD PowerShift с 22 передачами переднего и заднего хода, а также 16-цилиндровым 18-литровым двигателем Caterpillar C18 мощностью до 750 лошадиных сил. Таким образом, новая техника будет примерно на 50 лошадиных сил мощнее, чем Case IH Quad Truck 620. Трактор будет весить 31,5 тонны. Для сравнения, самый мощный BigBud 16V747 имеет массу чуть более 43 тонн. Петтингер перезапустил серию саморазгружающихся прицепов Boss 3000. Техника получила современную систему защиты и подающие рабочие элементы Supermatic нового поколения. Такое исполнение позволит работать в максимально экстремальных полевых условиях. Обновленные прицепы будут доступны в трех размерах – 18,7, 21,3 и 23,5 кубических метра с высокой или низкой загрузкой лоу-профиль. Машины заменят на рынке серию Euroboss. Fendt обновил роторные волкователи серии Farmer 140-55 Pro. Техника с рабочей шириной захвата 10,5 до 13,8 метров предназначена для крупных фермерских хозяйств. Машина способна работать в тандеме с новой функциональной системой Fendt GAP Control, которая постоянно проверяет перекрытие переднего и заднего роторов и отображает контрольные показатели на дисплее в кабине трактора. Еще одна новая система помощи – My Memory. Здесь хранятся настройки рабочей ширины захвата и размеры волка. Для того, чтобы сложить технику в транспортное положение или, наоборот, вернуть ее в рабочую позицию, оператору следует нажать всего одну кнопку. Такой подход снижает количество ошибок при эксплуатации и значительно сокращает время настройки, наладки, регулировки. Управляемая тандемная ось повышает маневренность техники. Она также имеет опцию принудительной блокировки для использования, например, на экстремальных склонах и полях с уклоном. ЦРС показал новое оборудование для работы со свеклой. Новая свеклорезка с полезным объемом 1,97 кубических метра выполнена в форме традиционного ковша, изготовленной из стали толщиной 6 мм. Оборудование имеет евросцепку и может агрегатироваться как с тракторами, так и с фронтальными погрузчиками. На дне ковша находится ротор с режущими зубьями из стали HB500. Производительность техники составляет около 1 тонны продукта в минуту. На британской выставке Lama 2023 показали новые самоходные опрыскиватели Bateman. Компания презентовала свои новейшие агромашины серии RB35 и RB55 с технологией широтно-импульсной модуляции Capstan 3, баком на 4000 литров и штангами с рабочей шириной захвата до 42 метров. Bateman – единственный производитель, выпускающий агрегаты для британского рынка с кабиной премиум-класса Panoramic Free Cup. ДЛГ полностью останавливает сотрудничество с Россией и Беларусью. Немецкое сельскохозяйственное общество ДЛГ, организаторы крупнейших международных выставок Агритехника и Евротайр заявили о том, что расторгают договоры с экспонентами и сворачивают все бизнес-активности с компаниями из Российской Федерации и Республики Беларусь. В адрес постоянных участников мероприятия ДЛГ из наших стран уже пришло письмо с информацией о том, что заявки на участие в любом формате рассмотрены не будут из-за проведения СВО России в Украине. CNH Industrial инвестировал в технологическую компанию Airfoptics. Концерн приобрел миноритарный пакет акций американского разработчика умных цифровых технологий для измерения, контроля и оценки состояния и структуры почвы. Отметим, что решения Airfoptics позволяют выполнять широкий спектр задач мониторинга и контроля с помощью профильных датчиков, цифровых модулей, оборудования ПК, спутников и так называемых моделей машинного обучения. Все эти данные, как правило, позволяют аграриям лучше управлять своими агрохозяйствами и улучшать состояние своих сельхозугодий, повышая урожайность сельхозкультур и сокращая использование удобрений и СЗР. Главное намерение CNH состоит в том, чтобы протестировать технологию Airfoptics непосредственно в полевых условиях в агрегате с тракторами и почвообрабатывающей техникой бренда Кейса-Эйч. В космос запустили первый профильный сельскохозяйственный спутник. Первый в мире аграрный спутник создан для обработки изображений и представления сельхозпроизводителям по всему миру ценной информации для мониторинга урожая, в составлении карт полей и сезонного планирования. Он является первым в группе из семи спутников на низкой околоземной орбите для заказчиков EOS Data Analytics. Запуск состоялся на ракете SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал. Спутник оснащен двумя электронно-оптическими тепловизорами Dragon Eye, которые обеспечат панхроматические и мультиспектральные снимки в 11 диапазонах. Остальные шесть космических помощников-аграриев в рамках миссии «Транспортер-6» будут развернуты в течение следующих трех лет. Они будут представлять высококачественные данные для поддержки эффективных методов ведения сельского хозяйства. Торговый дом «Русторг» расширяет региональную сеть поставок сельскохозяйственных шин «Максам» в России. С начала 2023 года в сеть вошли сразу четыре новые компании «Агрошина», «АСТ», «Трейдинг-центр» и «Эко-Нива Черноземья». Теперь они поставляют сельхозпродукцию «Максам» в регионы северо-западного, северо-кавказского, центрального и южного федеральных округов. Напомним, что шины «Максам» рассчитаны на тракторы мощностью до 500 лошадиных сил, а также опрыскиватели, комбайны, телескопические погрузчики, прицепы, кромосмесители и другую сельхозтехнику. В ближайшем будущем «Русторг» планирует развитие дилерской сети бренда «Максам» в районы Поволжья, Урала и Сибири. Во Франции состоится парад старинных комбайнов и тракторов. Мероприятие по традиции пройдет 15 августа на базе музея сельскохозяйственной техники рядом с деревушкой Сен-Ладебуа в Бургундии. В рамках события коллекционеры-энтузиасты со всей Европы продемонстрируют около 80 моделей раритетных зерноуборочных машин и более 200 тракторов, двигателей и почвообрабатывающие орудия. Портрет Лионеля Месси появился в кукурузном поле в Аргентине. В дань уважения к лендарному футболисту после победы его национальной сборной на недавно прошедшем в Катаре чемпионате мира по футболу портрет Месси был изображен на специально спроектированном для этих целей кукурузном поле в центральной провинции Кардоба. Портрет виден с высоты птичьего полета. Поле было засеяно семенами с использованием специального алгоритма, который рассчитал с зоны посева и плотность таким образом, чтобы после всхода растений на поле образ легендарного футболиста был максимально приближен к оригиналу. Разработка кода для сейлок принадлежит инженеру-фермеру Карлосу Фаричелли. Еще больше интересной и полезной информации вы сможете найти на нашем портале Главпахарь, а также в наших социальных сетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте вопросы. А мы же увидимся с вами на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...